Всем привет! Вы на игровом канале Барон Аграфона, и я продолжаю свою самую субъективную рубрику на канале, где я беру большую часть картриджей из своей коллекции и делю их на три стопки. Так сказать, делаю свой рейтинг игр на Nintendo Switch. Первую стопку я и назову Must Have, то есть игры, которые надо брать на Nintendo Switch в первую очередь по моему мнению. Вторая стопка игры, которые по моему мнению уступают все-таки первой стопке, но они тоже отличные. И третья стопка игр, которые я считаю стоит в них поиграть только когда вы наиграете в первую и вторую стопку игр, которые я вам посоветовал. Естественно, друзья, все это субъективно, ваше мнение может 100% отличаться от моего, и это нормально, у нас разные вкусы с вами, друзья. Поэтому не обижайтесь, какую-то игру, которая вам понравилась, я принизил, или наоборот, игра, которая вам не понравилась, я ее поставил очень высоко. Это просто мое мнение, и каждая игра подарила мне какие-то эмоции. А мы с вами, давайте, друзья, начинать обязательно поддерживать этот ролик лайком, комментарием и подпиской. И подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылочки в описании. А мы с вами начинаем. Ну, перед тем, друзья, как перейти с вами к расстановке картриджа из моей коллекции по рейтингу, я хочу кое-какой информацией поделиться по поводу прошлого выпуска, друзья. Если вам эта информация не интересна, я оставлю на экране тайм-код, куда вы можете перемотать и смотреть уже начало этого ролика. А здесь хочу немножко пояснить за прошлый ролик, так сказать. И начнем. Было в основном две главных таких вопроса у зрителей канала, которые у меня спросили. Первая, и все оба связаны с Марио. Первые зрители спрашивали, почему так много Марио и так далее. Ну, как я сказал в прошлом ролике, ролик я именно беру стопки, распределенные в моей коллекции. То есть изначально в коллекции у меня первые идут игры про Марио. Я ничего не мешал или еще что-то переставлял картриджи. Я просто взял большую стопку из своей коллекции и вам показал. Поэтому в прошлой части были все игры про Марио. Больше игр про Марио не будет, только если у меня какие-то новые части появятся. Сегодня уже совершенно не будет Марио. Мы с вами продолжим дальше рассказывать про игры Нинтендо. А также мы сегодня немножечко зацепим такую компанию, как Square Enix. Про нее тоже сегодня поговорим. И второй вопрос, который был по поводу прошлого ролика. Там у меня, я сказал в ролике, что мне не нравится 2D Марио. И многие спросили, как может не нравится 2D Марио и так далее. Зачем ты вообще покупаешь Марио и так далее, если тебе он не нравится. Друзья, давайте так немножко уточню то, что мне нравится 2D Марио. Мне нравится Марио с Супер Нинтендо. Мне нравится Марио, который выходил на NES, на Dendy. Мне нравятся вот такие Марио. Мне не нравится именно серия New Mario Bros., которая выходила на Wii, Wii U, 3DS. Именно стилем. Мне нравится именно пиксельный вариант 2D Марио. А когда перешел от Нинтендо, стало делать уже более 3D-шные такие модельки 2D Марио, уже мне как-то стилистически просто не очень нравится. Я играю в эти игры, но удовольствие от них не получаю. То есть мне нравится именно 2D Марио, который сделан именно в таком пиксельном арте. Вот такой вот вопрос, друзья. Я люблю 2D Марио, просто не люблю именно версию с Wii U, с 3DS и так далее. Ну что же, друзья, давайте с вами перейдем теперь к ролику, к рейтингу. И первая игра на сегодня. Это Kirby and the Forgotten Land. И я вам скажу парочку слов. Я про каждую игру долго говорить не буду, потому что про них рассказывал и в баронских закупах. Но на эту игру, допустим, я делал обзорами на канале. Есть небольшой обзор на 5 минут, поэтому обязательно приходите в плейлист и смотрите обзор на эту игру. Скажу так, что это, наверное, лучшая игра в этом году, в которую я играл на данный момент. То есть уже сейчас у нас с вами июль до 2-го года. И я лучшей этой игры в этом году не играл. Это офигенный 3D платформер про Kirby. Охрененная игра даже, так скажу, друзья. И я отнесу, естественно, в первую стопку. Кому может не понравиться этот платформер? В первую очередь тем, кому не нравятся 3D платформеры, тот же Марио, Kirby. Именно Kirby очень похож на Марио 3D World. Если вам не понравился Марио 3D World, то вам эта игра тоже не понравится. Также Марио Одисси многие сравнивают. Но я не скажу, что она сильно похожа на Марио Одисси, только способностью к Kirby. Но вообще-то в Супер Марио Одисси эти способности перекочевали именно от Kirby. Поэтому, скорее всего, тот Марио взял от Kirby, чем Kirby от Марио. Офигенная игра, друзья. Советую поиграть просто для любителей платформеров. Ну, точно стоит в это поиграть. Офигенная игра. Нет русского языка, к сожалению. Но игра очень хорошая. Отношу ее, конечно, к первой стопке. Must have игр, которые, я считаю, должны поиграть каждый. По моему мнению, друзья, игр на Nintendo Switch. Следующая игра, это Animal Crossing New Horizons. Многие знают эту игру, многих она есть в коллекции. Кому-то она зашла, кому-то не зашла. Я вам скажу так. Я в ней наиграл 200 часов на данный момент. Играю в нее очень редко. Вот сейчас в последнее время. Но раньше, когда игра вышла в 2020 году, я заходил в нее каждый день. И каждый день на пару часиков играл. На это и наигралось 200 часов. Я скажу вам, игра интересная. Мне понравилась. Не скажу, что я от нее прям фанатил, когда ее проходил. Хотя какое прохождение. Там надо выплатить ипотеку. И дальше уже заниматься делами, обустраивать остров и так далее. Я поиграл. И знаете, я все-таки не могу отнести ее к Must have, друзья. Потому что все-таки она офигенная. Это очень хорошая игра. Но я знаю, что игра все-таки больше на любителя, чем зайдет каждому. Да, друзья, я знаю, что многим эта игра нравится. Но это все-таки мой рейтинг. Поэтому я все-таки ставлю ее именно во вторую часть. Это офигенная игра. Если вам нравятся разные симуляторы жизни, то вам точно зайдет эта игра. В ней есть русский язык. Переведено все достаточно хорошо. Но бывают некоторые проблемы с локализацией в переводе. Я советую в эту игру поиграть. Но все-таки она не подарила мне те эмоции, которые подарила, допустим, тот же Кирби. Поэтому кладем игру во вторую стопочку. Переходим с вами дальше. Дальше игра Pigment 3 Deluxe. Это такая стратегия от Nintendo, где вы управляете разными такими... Играете за астронавта, который находит на планете таких разных человечков, миньонов, назовем их так, с разными способностями и с помощью них управляет ими. Каждый вид миньонов отвечает за какие-то важные вещи. Допустим, кто-то камни ломает, кто-то что-то добывает и так далее. Я в эту игру поиграл буквально немножко. Но я все-таки... Как вам сказать? Мне игра понравилась. Но знаете, проблема в ней в том, что игра очень заточена на время. То есть все тут ограничено. Мне не нравится, когда игра тебя подгоняет. Мне даже, если я... Не скажу, что я прям люблю в играх долго тусить. Но если мне... Мне просто не нравится, когда игра меня торопит. То есть у тебя есть ограниченное время, выполняйте задания на время. Я не люблю... В разных играх я тоже не люблю задания на время. Я всегда такой скипаю. Поэтому до сих пор еще не поиграл в Зельду, Ocarina of Time, где тоже на времени все построено. Вот... Точнее, как Ocarina of Time, друзья. Ошибся. Мажор из маск. Вот там все сделано на время. Мне поэтому... Все-таки этот момент меня отпугивает. В пикменов я все-таки, наверное, сомневаюсь, что когда-то засяду играть. Знаю нескольких людей, кому эта игра очень понравилась. Тук пилой по скидке. И прям радуются. Ну, действительно, игра очень крутая и интересная. Но я все-таки не могу инвести ее ни к первому варианту, ни к второму. Я кладу уже к третью стопку таких игр, которые, я считаю, очень на любителя. Я думаю, зайдет процентом, ну... Российских игроков, я думаю, зайдет процентов, ну... Ну, 10-15, потому что игра очень на любителя. Прям любитель стратегии, играл на английском языке. Очень такая странная графика. Не скажу, что на Nintendo Switch могли бы сделать получше графику. Потому что все-таки это порт с Wii U. Но графику сильно-то не подтянули. Добавали дополнительные материалы. Мало того, что это по этому делюкс, управление лучшее. Но игра очень на любителя. Я не могу просто отнести. И удовольствие от нее я вообще не получил. Может, возможно, если поиграл подольше, то, возможно, получил бы больше эмоций. Следующая игра. Это у нас Fire Emblem Three Houses. Как-то я делал топ лучших игр на Nintendo Switch, по моему мнению. И я эту игру поставил на первое место. Да, действительно, на данный момент это моя самая любимая игра на Nintendo Switch. Да, мне нет русского языка. К сожалению. Но игра, помимо того, что я очень люблю серию Fire Emblem, проходил много частей. Я, можно сказать, поиграл почти, ну, в процентов, я думаю, 70 всех частей Fire Emblem я прошел полностью. И эта же игра то же самое. Когда она вышла на релизе, я узнал, что там большую часть времени надо путешествовать именно по этому. По главной локации, где мы тренируем учеников. Всякие другие задания выполняем. И меня это очень отпугивало. Потому что мне именно нравились бои, тактическое, РПГ все-таки это. Но, вы знаете, пересилил себя и поиграл. И вы знаете, именно эта игра мне понравилась больше всех других Fire Emblem. Именно своей механикой, с тренировкой учеников, сайдквестами, общениями с ними. И это действительно сделало интересно. Я получил гигантское удовольствие от этой игры. И тут очень большой именно вариант, вариативность, назовем так. Тут несколько сюжетных линий. Тут 4 сюжетных линии. И от вашего выбора зависит, по какой линии вы пойдете. Там будет какой-то один момент, когда вас... Изначально вам дают на выбор одного из трех домов. Вот видите, три дома. Но в одном моменте, за один дом, не буду спойлерить, у вас будет вариант сменить свой путь в игре. Также в этой игре есть DLC, где вы можете получить еще и пятый дополнительный материал. Там дополнительная сюжетка идет. Ну, это просто офигенная игра, друзья. Я просто... Я знаю, что многим она не зайдет. И из-за того, что не всем нравятся всякие японские игры, где много болтовни и так далее. Да, друзья, процентов 50 и более вам придется в игре потратить на болтовню по путешествия по главному монастырю и так далее. Общаться с учениками, строить с ними отношения, дружить. Можете в игре даже жениться, выйти замуж и так далее. Мне в этой игре это и нравится. То есть именно общение с интересными... Если бы персонажи были в игре неинтересные, естественно, я бы скипнул эту игру. Но персонажи в этой игре проработаны интересно. Интересно из-за этой игрой, из-за сюжетом и музыка. Какая же тут классный саундтрек в этой игре. Я даже мурашки до сих пор прослушаю музыку из этой игры. Просто мурашки бегут по телу. Стоит в это поиграть, я думаю, каждому. Ну, это, естественно, мое мнение, друзья. Если вам не нравятся тактические RPG, вам не нравятся разные такие японские игры, то точно стоит проходить мимо. Я просто ставлю сюда. Это для меня лично лучшая игра на Nintendo Switch, которая вообще выходила за все время. Следующая игра тоже относится к серии Fire Emblem Warriors. Но это совсем отличается совершенно жанром от серии Fire Emblem. Это игра о жанре Musou. Я думаю, многие слышали про этот жанр, но немногие в него играли. Вы бегаете по большой локации, захватываете разные аванпосты, сражаетесь с генералами. Ваша цель захватить всю карту, отбить все базы и так далее. Это сделано интересно. Вот в этой игре все это реализовано хорошо. Мне нравится жанр Musou, но я знаю, что этот жанр очень нишевый, очень нишевый. Особенно на территории СНГ. Просто я уверен, ну может быть найдется пару сотен человек, кто любит этот жанр. Не больше, я уверен, потому что очень нишевый. Я не знаю, почему большинству это не нравится, потому что эта игра именно подстраивается именно Fire Emblem, точнее, Warriors и Musou подстраиваются им под игрока. Если ты хочешь хардкора, ты включаешь сложный режим сложности и тебе прям доставляет удовольствие от того, что сложно. А если ты включаешь изи режим, то игра очень легкая и она идеально подходит, допустим, вы смотрите сериал, вам можно на фоне во что-то играть. Вот идеальные именно Musou, или чего нужны лично для меня. Раньше я любил под разные сериалы и фильмы играть в Musou. Следил за сюжетом по этой игре, но и также геймплей именно такой же, именно на изи режиме. Потом я уже перешел на более хардкорный вариант прохождения и сейчас играю только на хардкоре и на нормале. Я потом, друзья, вам советую поиграть в какую-нибудь часть Warriors. Вот Fire Emblem Warriors, мне чем удивило, она очень легкая. То есть даже на хардкоре эта игра очень легкая. Я прошел процентов 80 от игры и скажу, что она совершенно очень легкая. Не скажу, что это лучший вариант, чтобы начать знакомство с Musou, потому что, допустим, мне очень нравится именно серия Династии Вариорс. Все-таки это моя любимая, наверное, серия Вариорс именно в Musou. С этой игрой, я все-таки думаю, если вы вводите сложности, стоит с ней обратить внимание, и вам нравится Fire Emblem. Если вам нравится Fire Emblem и хотите узнать, что такое Musou, посмотрите, с этой игры достаточно классная графика и хороший геймплей. Ну, советую обратить внимание на эту игру. Интересно, лично для меня. Я отношу, скорее всего, ко второй стопке, потому что она очень хорошая игра. Я получил удовольствие от нее вполне интересное. Идем с вами дальше. Следующая игра, Metroid Dread. Игра, которая была ломинантом на игру года в прошлом году, на русском языке, это Metroidvania, где, чтобы пройти дальше по локации, нам надо разблокировать кое-какие способности. Скажу вам так, друзья, я в эту игру до сих пор еще не поиграл. К сожалению, до сих пор переживаю то, что не могу в нее поиграть. И все хочу этим летом застесть и в нее поиграть. Объектно поиграю, я думаю, поставил свою цель. Но как я выбирал рейтинг и так далее. Я поговорил с своими друзьями, которые проходили эту игру. У которых тоже геймеры, у которых большой опыт игр именно на Nintendo. И, ну, всем нравится эта игра. Просто всем нравится эта игра. Но так как я в нее не играл, я не могу поставить ее вот сюда. Я поставлю ее вот сюда. Я проходил демо-версию. Демо-версия мне очень понравилась. И я думаю, что мне игра понравится. Я просто небольшой любитель именно Metroidvania. В своей жизни я прошел несколько Metroidvania. И, допустим, того же Ori. Ori мне понравился. И я надеюсь, что эта игра мне тоже понравится. Я кладу его во вторую стопочку. Только из-за того, что я в нее не играл. Возможно, с нее поиграл, я положил его сюда. А, возможно, мне даже она не зашла бы и положил сюда. Но все-таки я сейчас ориентируюсь в большей степени на мнение своих знакомых и друзей. Кладем ее вот сюда. Во вторую стопочку. Отличных игр, друзья. У меня, как я считаю, не будет плохих игр сегодня. Потому что я лично не собираю в свою коллекцию какие-то плохие игры, по моему мнению. Да, конечно, для вас, друзья, какая-то игра может показаться просто ужасом. И отвратительной игрой. Но это все-таки то, что я собираю в коллекцию. Именно то, что мне нравится. Переходим с вами дальше. К Байонете 2, друзья. И тут, я думаю, уже впервые столкнемся с вашими, друзья, несогласием. По поводу, куда я несу игру. Друзья, обязательно пишите в комментариях, если вы с чем-то не согласны. Или какие-то есть у вас поправления, исправления. Обязательно пишите. Потому что, возможно, что-то я не расскажу. Или какие-то факты. Поэтому, кстати, пишите, чем вам понравилась какая-то игра, которую, допустим, я принизил. Или наоборот, почему эта игра вам не понравилась. Но я поставил ее очень высоко. Скажу вам так. Мне Байонета 1 понравилась больше, чем вторая часть. Именно своим, именно левел-дизайном и так далее. Да, знаю, многим нравится вторая часть больше и так далее. Я люблю слэшеры. Все-таки я их люблю, назовем так. Потому что слэшеры это достаточно интересный жанр. Я играл и в DMC, и в Байонету. То есть опыт у меня немаленький в этом жанре. Но вы знаете, главная героиня, вот многие от нее фанатеют главной героиней. Я вам скажу так. Не мой типаж. Просто скажу, не мой типаж девушек. Поэтому... Но сама героиня интересная. Интересоспособность, очень харизматичная. Сама вся игра тоже достаточно классная. Крутая. Я прошел полностью первую и вторую часть. Игра очень классная. То, что у нее уровень сложности и тоже подстраивается под игрока. Если ты не хочешь умирать вообще в игре и получать почти никакого урона, берешь изи. Если хочешь хардкор и заучить все приемы, включаешь более сложный уровень сложности. Какая-то автология, друзья, получилась, но так и есть. И ты получаешь прям боль. Я отнесу игру ко второй стопочке, потому что все-таки очень крутая игра именно... Ладно, друзья, я скажу вам честно. Я бы отнес вот сюда. Мне игра понравилась, но все-таки не так сильно, как, допустим, многие из этих игр, друзья. Но я все-таки проконсультировался с друзьями и понимаю, что все-таки нельзя сюда положить большое преступление. Я кладу ее вот сюда, потому что... Но все-таки игра классная. Это именно, я думаю, все-таки проблема во мне в этом плане, что мне игра не понравилась. Просто на мой вкус, мне эта игра понравилась. Я не говорю, что здесь игры плохие. Я говорю, что именно эта игра лично, по-моему, мне не уступает этой стопочке. Тоже метро и все такое. Мне кажется, более интересно будет. Эта игра хорошая. Но я кладу ее вот сюда. Друзья, пишите, если вы не согласны, потому что... Скажите, чем эта игра вам понравилась. А чем, допустим, не понравилась, потому что, может, многие скажут, наоборот, третью стопку класса и так далее. Я все-таки ориентируюсь на мнение своих, прям, друзей-геймеров и на свое мнение. Для себя бы я положил сюда, но так как я все-таки вам советую игры, я все-таки не могу проходить мнение своих знакомых и друзей и ориентироваться только на себя лично. Если на себя лично, я кладу вот сюда. На общее мнение, чтобы советовать вам, потому что большинству, я думаю, игра понравится точно то же вот этого места. Идемте дальше. Следующая игра, Astral Chain. Ну, друзья, это одна из лучших игр на Nintendo Switch точно. Знаю, что и многим блогерам эта игра не заходила, и геймерам и так далее. Но вы знаете, в этой игре мне даже было сайд-квесты, интересно проходить, где она была разной баночки, находить и до помойки нести. Я прям вжился в эту игру. Какой здесь левел дизайна, какая музыка. Просто шедевральная игра. Ладно, не шедевральная, она отличная. Очень игра отличная, мне очень понравилась. Она не сильно длинная, но интересная боевка. Тоже слэшер. Необычный слэшер, где мы управляем разными вот такими монстрами из потустороннего мира. Я уже не помню, как они называются, эти монстры. Вроде как они называются. Сражаясь с захватчиками астрального мира. Как-то они называются, забыл, друзья, называются эти монстры. Но их можно приручать и так далее. Классная игра, русский язык в ней есть. Какие-то ходят слухи, что разрабатывается вторая часть. И я ее тоже жду, потому что игра мне очень понравилась. И я кладу ее вот сюда, друзья. А вы знаете, друзья, что я сделаю сейчас? Все-таки, извините для многих, друзья, но это мой топ. Я кладу Бейнету вот сюда. Вот так вот. Не могу никак лично... Вот так вот сделаем с вами. Приведем с вами дальше. Следующая игра. Tokyo Mirage Session Fire Emblem Encos. Это игра, знаете, это порт с Wii U. И это очень крутая игра. То есть я ее прошел со второго раза. С ней была такая проблема. Именно то, что я не прошел ее за первый раз. Я наскучил именно гринд в этой игре. Даже на изи варианте прохождения достаточно много гринда. Да, там есть такая комнатка, куда можешь спускаться и каждый раз гриндить. Но это тоже, знаете, когда разработчик тебя заставляет гриндить, интересно гриндить, то это хорошо. Я вам покажу сегодня игру, где гриндить было очень интересно. Но в этой игре гриндить все-таки наскучило со временем. Что из себя представляет эта игра? Это JRPG от студии Atlas, которая очень знаменитая серия. Мы играем за школьников, которые хотят стать поп-айдолами. Занимаются музыкой, кто-то актерством и так далее. Мы состоим в лейбле. И все, в этой игре сделано классно. Особенно музыка. Какая классная музыка. Мне в этой игре сайдквесты понравились больше, чем сам сюжет. Сайдквесты, они очень такие получились. Именно фан-сервисные. Где ты общаешься с персонажами и так далее. Помогаешь им с чем-то. Это сделано очень интересно. Если вы любите японскую поп-культуру, то вам точно стоит поиграть в эту игру. Я прошел ее только со второй попытки. Поэтому, скорее всего, я отнесусь сейчас ко второй стопочке. Игра очень хорошая. Тоже на английском языке. Нет русского, к сожалению. Но есть, возможно, если у вас, допустим, есть особенная Nintendo Switch. Я не могу говорить, какая особенная, просто особенная Nintendo Switch. Вроде как есть фанатский перевод на эту игру. Я проходил ее с переводчиком. И я получил удовольствие. Хорошая игра, интересная и офигенная музыка. Кладем мы во вторую стопочку игр, которые я прям скажу, что очень хорошие. Которых точно стоит обратить внимание. Идем с вами дальше, друзья. И следующая игра у нас Shin Megami Tensei 5. Тоже игра от Atlus. Очень классная игрушка. У меня коллекционка была этой игры. Но в данный момент у меня коллекционки уже нету. Потому что, знаете, коллекционки много места занимают. И так далее. Я не очень большой фанат коллекционок. И обычно, если приобретаю какую-то коллекционку, редко у меня какая-то коллекционка все-таки остается в конце. Но вот картиш от коллекционки у меня остался. И сумка из игры еще осталась. Что из себя представляет игра? Естественно, же РПГ и особенно школьники. Мы играем за школьников, которые сражаются с разными демонами, которые вселяются в наш мир. Наш главный герой собирает покемонов. Таких демонов в таком измерении перемещается. Где разные демоны, монстры. Общайтесь. У каждого демона свои характеристики, свой характер. Вы с ним общаетесь. Пытаетесь их переубедить, вступить с вами в одну команду. Обучайте их. Ну как обучать? Не обучайте. Сражайтесь, прокачивайте их. И так далее. Проходите сюжет. И игра хорошая. Первые пять часов игры, которые я играл, я думал, что это лучшая игра, которую я играл в последнее время. Потому что игра меня настолько зацепила, я просто ждал, как наконец-то вернуть в эту игру. Игра офигенная, друзья. Но знаете, обычно, когда ты очень любишь какую-то игру и хочешь в нее поиграть, бывают моменты, когда ты просто перегораешь. Просто настолько сильно ты хочешь в нее поиграть, что просто у меня лично такое встречается. Не знаю, как есть ли у кого-то такое. Ты настолько хочешь сильно поиграть в игру, что, конечно, ты в нее играешь, и через какое-то время, буквально через пять часов, все. Желание просто пропадает мгновенно. Да, я потом вернулся в эту игру, поиграл еще. Но я наиграл в нее где-то десять часов. Хочу в нее вернуться. Очень хочу в нее вернуться. И, скорее всего, начну с самого начала. Потому что я уже не помню сюжет игры. Совершенно. Но игра очень хорошая. Любителям JRPG. Ну, знаете, это такая очень, мне кажется, все-таки на любителя JRPG. Даже не всем любителям JRPG зайдет эта игра. Я кладу ее все-таки в третью стопочку, друзья. Тут тоже многие не согласны будут. Но я ее кладу из-за того, что я в нее не прошел до конца. И она очень на любителя JRPG. Если вам нравятся покемоны, взрослые покемоны, потому что эта игра именно про взрослые покемоны. С таким юмором, жестокостью и так далее. Именно кладу ее в третью стопку. Я считаю, что эта игра хорошая. Естественно, хорошая. Как и все игры из сегодняшнего выпуска. Но все-таки подарила мне поменьше эмоций. Первые пять часов, конечно, это было прям круто. Но я ее до конца не прошел. И пока что не могу отнести ее выше. Идемте дальше. Следующая игра. Тоже эксклюзив Nintendo Switch. И я даже до сих пор удивлен, что это до сих пор эксклюзив Nintendo Switch. Я думаю, что это все-таки временный эксклюзив. Но все-таки в данный момент это настоящий эксклюзив Nintendo Switch. Это Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. Это бит-эмап с персонажами Marvel. Где ты их прокачиваешь по разным локациям. И самое главное в этой игре, я хочу вам посоветовать, друзья. Играйте в нее с друзьями. С друзьями играть в нее весело. Одному все-таки поскучнее. Но я знаю многих людей, которые играли в одиночку, и игра понравилась. Если любите бит-эмап и персонажи Marvel, то стоит в нее поиграть. Я поиграл, прошел пару уровней. И скажу так, я просто небольшой любитель бит-эмапов. Я играл во многие. И в детстве я прям очень любил бит-эмапы. Но я не люблю персонажи Marvel. Вот так скажу вам, друзья. Тоже, возможно, будет много хейта сейчас. Я не люблю вселенную Marvel. Я не хожу ни на фильмы Marvel и так далее. Не буду говорить по каким причинам хожу. Потому что будет настоящий Батхюард, я уверен, в комментариях. Но, сказать так, я просто очень в детстве очень любил Marvel. Просто обожал. И комиксы собирал, и разные журналы, и наклейки, и игрушки. В детстве прям обожал Marvel. Но, знаете, с возрастом как-то к ним охладел. Видимо... Ну, хоть я до сих пор знаю большинство имен разных персонажей Marvel. Потому что я прям очень увлекался. У меня были карточки Человек-паук. Разные собирал. То есть я знаю всех по именам до сих пор. И многие истории персонажей. Ну, просто, понимаете, перегорел так же, как Человек-паук Тенсей. Настолько сильно фанател, что в какой-то момент просто надоело. Поэтому сейчас как-то к Marvel отношусь так. Но в компании игра веселая. Я кладу его во вторую стопку только из-за того, что в компании в это играть очень весело. С друзьями, которые тоже любят Marvel. И если вы любите тоже Marvel, я отношу его ко второй стопочке. Переходим с вами дальше. И следующая игра тоже очень на любителя. Это Bravely Default 2. Тоже JRPG. И вам скажу так, это продолжение игры с Nintendo 3DS вроде как. Я в первую часть не играл. И там еще есть какая-то вторая часть. По идее, это третья часть серии Bravely Default. Но на самом деле цифра у нее два. Ну, кто знает, в первые две части поймет, почему так. Я в нее тоже не играл. Но все-таки ориентируюсь на мнение знакомых. И на то, как я проходил демо-версию. В демо-версию я проходил. И скажу вам так, что поевка, ну, очень странная. Я прям... Она хорошая, но она очень странная. Моих товарищей тоже очень смешанное впечатление от этой игры. И я не могу вам советовать, друзья, эту игру прям в первую и вторую очередь. Потому что она очень на любителя. Игры, которые я считаю, прямо на любителя, я кладу в третью стопку. Для кого-то эти игры могут спокойно быть в этой стопке. Но лично для меня и для вас. Я все-таки ориентируюсь на большинство моих зрителей. И я все-таки продумываю, какие игры могут вам понравиться. И включаю все свое мнение в это все. Следующая игра. Это Octopath Traveler. Вот эта игра тоже все-таки, я считаю, зайдет немногим. Но эта игра мне очень понравилась. Я в нее наиграл достаточно мало времени. 35 часов. Кто скажет, 35 часов это очень много. Друзья, для JRPG это очень мало. Это очень классная такая пиксельная 3D игра. Просто офигенная в плане графики. С очень крутой боевкой. Боевка долгая в этой игре, но она очень интересная. Я получил удовольствие от этой игры. И я вам скажу так. Если вы любите такие именно классические JRPG. С такими тактическими боями. Но все-таки с интересными новыми видениями. Допустим разные спецэффекты современные и так далее. Вам стоит обратить внимание на эту игру. Она не скажет, что сейчас часто где-то появляется. Я думаю на вид она есть. Но я кладу ее в первую стопку, друзья. Мне эта игра принесла достаточно много впечатлений и удовольствия. Особенно боевка. В этой игре боевка сделана просто... И если бы не боевка, я скорее всего положил бы ее пониже. Но боевка в игре слишком шикарна, чтобы я ее опускал в своем топе. Идемте дальше. Следующая игра это Diamond X Machina. Игра про таких мехов, роботов. Летаете, стреляете. Бомбезный просто у нее саундтрек. Ну, хорошая игра могла бы получиться. У меня даже коллекционка этой игры есть. Вы, наверное, видели во многих моих видосах, где этот робот из игры у меня стоит на столе. Где там, допустим, в разных баронских закупах. Я в эту игру поиграл и прошел в ней достаточно много. Скажу вам так, что геймплей скучноватый. Скучноватый геймплей, музыка тащит в игре большинство. Но поэтому из-за того, что впечатлений игра не вызвала почти никаких, кроме музыкальных, я кладу игру в третью стопку, потому что все-таки на любителя. И мне эта игра впечатлений таких прям не подарила. Прям ошибательно, что повышать ее. Следующая игра, это Big Brain Academy Brain with Brain. Это игра, которая заставит твой мозг попотеть. Что главное в этой игре? Здесь разные мини-игры, где вы можете играть как одному из друзей в онлайне и так далее. Которые помогают тебе понять, в каких отраслях твой мозг слаб. Я многие из них прошел, но вы знаете, это была какая-то прям сфера, где мой мозг был, видимо, очень слаб. А, я вам скажу на что. Вроде как на счет. Вот, на счет. Допустим, мне не понравилось задание, которое надо было часы переводить. Вот это все такое. Задание, где надо было, допустим, тебе пишется время, ты должен прокрутить часы на время, естественно, чтобы время не закончилось. И потом, говорит, плюс 120 минут, плюс 170 минут. И пока ты подумаешь где-то на часах это все поставить, я лично не успевал и до сих пор не прошел. Возможно, для многих это легко. Но это, видимо, моя слабость этой игры. Естественно, я в ней игра и, надеюсь, все-таки когда-нибудь и это мне поддастся с этим временем. Вот такая. Возможно, вы поиграете, у вас в других сферах мозг будет более слаб, и вы его прокачаете. Интересная игра, русский язык. Я отношу ее к третьей стопке, потому что эта игра все-таки, не скажу, что она хорошая, мне понравилась в свое время. Она, во-первых, это не фулл прайс, стоит игра дешевле. Допустим, за 2000 можно ее найти в магазине, друзья, я вам не советую брать за 2000, поищите подешевле. За 1000, за 1200. 1200, я считаю, нормальная цена для этой игры. Потому что контента в ней не так много, да, онлайн, но все-таки, друзья, ищите подешевле. Мне эта игра понравилась, но, понимаете, не могу отнести ее выше, потому что все-таки, ну, такая себе игра в плане каких-то эмоций. Эмоции получил от удовольствия, но прямо сказать, что какая-то игра, которую надо брать в первую очередь, точно нет. Следующая игра, это Sushi Striker The Way of the Sushi Do. Я покажу вам сейчас картинку из игры, триншоты. Это в три в ряд, только Sushi, но тут есть еще свой сюжет. Эта игра была под скидком в DNS, и потом я взял ее в коллекцию. К тому же это эксклюзив Nintendo, изначально игра выходила на Nintendo 3DS. И у меня даже был картридж на 3DS этой игре, но потом его не стал, этого картриджа. Сейчас у меня осталась только версия для Switch'а. Скажу вам так, в игре хвалят сюжет. Он хороший сюжет. Ну и геймплей тоже хороший, но эта игра просто три в ряд. Поэтому я не могу поставить ни сюда, ни сюда. Это просто три в ряд. Обычная игра, которая могла спокойно быть на мобилках, но она есть на Nintendo Switch, с хорошим сюжетом. Поэтому идемте дальше. Вот, о следующей игре, друзья, мы с вами поговорим побольше. Потому что это вообще, в принципе, одна из моих самых любимых игр. Это игра Dragon Quest XI. И, как я знаю вообще, в принципе, среди фанатов JRPG, люди делятся на два вида. Кому-то нравится Dragon Quest, но при этом не нравится Final Fantasy. Кому-то нравится Final Fantasy, но не нравится Dragon Quest. Я отношусь к тем, кому нравится Dragon Quest. И я отношусь именно к серии Final Fantasy таким скепсисом. То есть, мне не очень нравится визуал этой игры. В этой игре мне нравится визуал очень сильно. Какая здесь музыка. Я запустил эту игру, и первым мне впечатлилась эта музыка. Какая классная музыка. Потом я влюбился именно в визуал этой игры. Очень красивая игра, потому что рисовал ее мой любимый художник. И мангако Акира Торияма. Прям великолепно. Если вы знаете Dragon Ball, это тоже самый художник. Просто великолепно сделаны. Харизматичные персонажи. Да, главный герой просто зовут Герой его в игре. Естественно, вы можете дать ему имя. Сюжет такой, знаете, примитивный сюжет все-таки. Ты герой, ты последняя надежда всего мира и так далее. Сразись с абсолютным злом. Но вы знаете, персонажи настолько харизматичные, которые помогают нашему герою, что игра выглядит очень интересной. На сюжет нет каких-то прям супер неожиданных поворотов. Но бывают некоторые моменты, где ты просто офигеваешь. Иногда и бывают и такие грустные моменты и так далее. Это очень хорошее приключение. Правильно. У меня заняло прохождение 80 часов без последнего босса. Там появляется последний босс, который просто, чтобы его победить, вы должны идти и гриндиться еще часов 20. Поэтому я не стал для этого гриндиться. Я просто досмотрел прохождение на ютубе. И поэтому понял, что все. Не хочу гриндиться 2 часов. В этой игре гриндиться делал офигенно. То есть в этой игре мне было очень интересно гриндиться. Я играю, играю. Пошел на 2 часа погриндился. Иду дальше по сюжету. Это встречается, ну как вам сказать, не скажу, что часто в этой игре, но гриндиться приходится на любых уровнях сложности. И мне это понравилось. То есть гриндиться в этой игре было не лень. Интересно. Музыка, геймплей в игре. Да, музыки, скажу вам, со временем музыка где-то на часу на 50 начинает надоедать. Но все это время до этого, это просто великолепно. Шикарная игра, друзья. Просто советую. Если вы хотите начать с какой-то JRPG, друзья, я считаю, что это идеальное начало для всех любителей JRPG. Великолепная игра. Я могу много раз понимать, чем она понравилась. У меня даже есть какой-то обзор. Я делал вроде как обзор на эту игру. Да, есть обзор, вспомнил. Посмотрите. Сейчас, конечно, более подробно скажу. Тут обзор все-таки не скажу, что прям сильно актуален. Но там в большей степени я все рассказал, как и есть на данный момент. Игра просто офигенная. Просто если хотите начать с JRPG, поиграть в эту игру. Но здесь нет русского языка, друзья. Но все идеальное в этой игре переводится с помощью переводчика. Кладу, естественно, в первую стопку. Тут без вопросов для меня лично. Идемте с вами дальше. Продолжаем с вами говорить о Dragon Quest. И хочу перейти к вот такой вот серии. Это Dragon Quest Builders 1 и Builders 2. Это смесь JRPG и Minecraft. Здесь тоже все сделано кубическое. Вы должны там строить, крафтить и так далее. Первая часть сделана больше под Minecraft, естественно. Второй части уже завезли сюжеты достаточно много. И игру интересно проходить. Поэтому и персонажи интересные и так далее. Тоже игра на любителя. Но я не играл... В первую часть я точно не играл совершенно. Вторую поиграл немного. И скажу вам так, что игра хорошая для коллекционеров Dragon Quest. Я думаю, точно стоит не проходить. Если любите Dragon Quest, стоит поиграть. Если вы при этом не любите Minecraft. Но просто большинство геймплея построены именно на строительстве и все такого. В первой части так точно. Вторая часть все-таки больше именно в сюжет уходит и так далее. Я кладу это все в третью стопку. Но вам скажу так, что любителям Dragon Quest и Minecraft в это стоит поиграть. Ну что, друзья, осталось буквально немножко картриджей на сегодня. И мы переходим к следующим картриджам. И переходим с вами к еще одной игре. Даже к трем играм по Dragon Quest. Это сборник Dragon Quest 1, 2 и 3. Классические, которые выходили на NES, на Dendy. В России вроде как на Dendy ее вроде как кто-то находил. Но не знаю, были у кого-то картриджи на Dendy с этой игрой. Третья часть вроде как выходила уже на Super Nintendo. Но в этом я не уверен. А видите, у меня китайский картридж. То есть на китайском языке. Но тут есть тоже английский язык. Поэтому если китайский картридж, не переживать. Также есть еще азиатский вариант. Обложка на английском. Но там тоже есть английский язык. Это просто ромы трех игр именно с мобилок. Друзья, хочу предупредить. Именно с мобилок. Это порты мобильных версий этих трех игр. Которые выходили на Android, на iOS, видимо. И так далее. Поэтому многие жалуются в этом плане. Потому что именно на NES игры были получше. На мобилках игры выйдут похуже. Поэтому смотрите для себя, друзья. Возможно лучше будет поиграть на том же эмуляторе. Или еще где-то. Или на оригинальном NES и SNES в эти игры. Потому что там, говорят, графика получше. Я хочу поиграть в этот сборник классический. Потому что я просто обожаю серию Dragon Quest. Я играл и в 8, и в 7, и в 6. После того, как я поиграл в 11, я играл во многие части. Не во все далеко. Но очень жду Dragon Quest, который анонсировали буквально недавно на Nintendo Direct mini. Который там типа покемонов. Очень жду эту игру. Поэтому из-за этого поиграю в этот сборничек. Я поиграл немножко в первую часть. Ну да, действительно, такая прям видно, как игра изменилась. Но главный минус или плюс для кого-то. Dragon Quest, именно серия, она не эволюционирует прям масштабно. То есть, если взять первую часть и 11. Да, игра перешла в 3D и так далее. Но каких-то прям революций серия не принесла. Менечная для меня это плюс. Потому что то, что хорошо работает, зачем это менять? Конечно, да, надо немножко дополнять, улучшать. Но если все работает идеально, зачем это все портить? Поэтому я очень рад. И этот сборник я кладу именно в третью стопку. Потому что все-таки это обычные ромы для мобилок, которые принесли на Switch. Я как сказал, что ремейк, именно старые версии, какие-то еще игры, был класть в третью стопочку. Тут у нас и находятся и ремастеры, и ремейки разных таких игр. Не ремейки, а именно ремастеры и порты какие-то со старых консолей. Приходим с вами к следующим трем играм. Потому что по отдельности я их показывать не буду. Вот такой вот сборник. Эти все три игры от одних разработчиков, Tokyo RPG Factory. Это достаточно очень красивые визуальные игры. Я посмотрел геймплей этих трех игр. Это I am Setsuna, японский картридж, но игра называется I am Setsuna Lost Sphere. И Oninaki. Все игры шикарные, особенно самое ужасное, это немецкий рейтинг. Как же я ненавижу немецкий рейтинг, вот такая вот гигантская штука на пул картриджа. Это ужасно просто. И хорошо, что у меня в коллекции вроде только два картриджа с немецкими. Это Oninaki. И в коллекционке Taika and Tsutuzin был тоже картридж. Вот такой вот. Игры сделаны прямо визуально очень хорошо. Да, кстати, друзья, мы с вами перешли уже к играм, которые издавала не Nintendo. Мы, кстати, закончили с вами с Nintendo издателями. И перешли уже к Square Enix. В следующем выпуске этой рубрики, если вам понравится, друзья, обязательно. Будут вроде тоже продолжить с вами Square Enix смотреть. И, возможно, затронем уже другую какую-то компанию, которая находится на полочке. Я вам скажу так. Игры визуально сделаны хорошо. Особенно вот эта часть прям великолепная. И я даже в нее поиграл, много в нее поиграл. И она хорошая игра. Я кладу ее все-таки во вторую стопочку, потому что... Нет, друзья, третья стопочка. Все-таки раз я ее не допрошел до конца, все-таки, найдем, до конца. Прямо эта игра меня не привлекла прям настолько круто, чтобы я ее клал во вторую стопку. Хорошая игра визуально, интересно. У игры есть тоже русский язык, друзья. Она на английском языке. Но у кого волшебный Nintendo Switch, они могут поиграть в игру на русском языке. Идем с вами дальше. Игра унинаки. Давайте с вами пойдем по мере выхода. Сначала вышла Мсетсуна, потом вышла игра Lost Sphere. Это тоже жрпгшечка. Какие-то обложки на русском языке. От тех же разработчиков. И тоже игра выглядит достаточно интересно. Сама студия небольшая, хоть и издатель Square Enix. Но игры делают классные. Меня именно визуалом эти игры привлекают. И кладу я сюда, потому что я играл только в Мсетсуна. И среди моих знакомых никто не играл в эти игры. Следующая игра Анинаки. Тут уже поинтереснее геймплей. Геймплей в этой игре прям интереснейший. Боевка хорошая. В этой игре. Ну и сама вся игра визуально выйдет хорошо. Я не скажу, что прям хочу у нее поиграть в ближайшее время. Но обязательно поиграю. Эта игра меня тоже визуалом подкупила. Визуал этой игры прям шикарный. Если вы любите красивые gpg игры. То стоит поиграть. Неплохой геймплей. Что-то такое похожее чем-то на нейроавтомат. Чем-то. Только вид сверху. И на флайне геймплея. Ну игра достаточно революционная. По сравнению с первой и второй игрой от этих же разработчиков. Потому что тут вы можете перемещаться между миром живых и мертвых. И переходим с вами к последним двум картриджам. Тоже одной из серий. А нет друзья. Переходим с вами к вот этой игре. Это Final Fantasy 7. Мне как-то подписчик один на канале писал, что поиграю обязательно в седьмую часть. Или какая-то. А девятая часть. Поиграю в девятую часть. Прям очень хорошая игра. И я купил себе этот картридж в коллекции. Потому что мне ее хвалили. Потому что как я сказал про Dragon Quest. Я не фанат серии Final Fantasy. Меня напугивает своим визуалом и так далее. Я скажу так. Хорошая игрушка. Я поиграл в нее. Я ее прошел до конца. Скажем так. Я прошел до конца. Там буквально час оставался. И вроде как я досмотрел геймплей и сюжет на ютубе. Игра хорошая. Я не знаю почему я до конца сам ее не прошел. Но игра хорошая. Мне понравилась. И это Final Fantasy 7. Финалка все-таки такая получилась, по моему мнению, отличная. Отличная финалка. Я даже в свыше сейчас думаю, куда бы ее отнести. Я отнесу ее все-таки во вторую стопочку. Или в третью. Друзья, вот это самый сложный выбор. Потому что я долго думал, куда отнести финалку. Девятую. Я отнесу ее в третью стопку, друзья. Не обижайтесь, пожалуйста. Это хорошая игра. Но все-таки она... Да, друзья. Такой сложный выбор для меня лично. Я отношу ее в третий вариант. Просто все-таки не могу поставить вторую стопочку. Не обижайтесь. Final Fantasy хорошая серия. Хорошие игры. Но, видимо, просто меня не настолько зацепило, чтобы отнести ее ко второй и первой стопке. Следующий сборник. Это Final Fantasy VII. И Final Fantasy VIII Remastered. В эти игры я знаю, что седьмая прям легендарная. И восьмая тоже легендарная часть. Но седьмая все-таки получила свой ремейк на PlayStation. На ПК она игра вышла. Я в нее поиграл в 64, именно в старую версию. У меня не было опыта игры в оригинал, когда игра выходила. Поэтому мне или в нее было тяжеловато играть в плане визуала. Игра именно постарела нормально. То есть играбельно вполне. Но вы знаете, ну... Сложновато иногда бывает играть в старые игры, когда у тебя не было... Я до сих пор могу играть в разные старые игры, в которые, допустим, в детстве играл. И мне не нравились. Сейчас возвращаться в них, как будто возвращаешься в какую-то современную игру. Эта игра вполне играется нормально. Но просто, знаете, не может настолько сильно погрузиться, как в какую-то другую JRPG. Допустим, тоже Dragon Quest. Также я сказал про визуал. Седьмая часть все-таки... Если была бы седьмая часть, я положил бы ее вот сюда. Так как здесь восьмая. И восьмая уже спорная. Потому что... Тут 50 на 50. Многим она нравится. Многим она не нравится, как и везде. Но в этой игре больше споров. Я знаю людей и проконсультировался у знакомых. Просто, друзья, то же самое. 50% игра понравилась, 50% игра не понравилась. Я поэтому из-за этого не могу положить игру сюда. Я отнесу все-таки ее сюда. Потому что я не играл восьмую часть. Седьмую я поиграл очень мало. Поэтому кладу ее сюда. Стопочка сегодня третья, конечно, очень большая получается. Но вот так вот у нас с вами, друзья, выходит. И еще одна игра на сегодня. Последняя. Это... Следующее название. Neo The World Ends With You. Это тоже JRPG от Square Enix. Продолжение игры, которая уходила на Nintendo DS. И это очень недооцененная игра. В плане... У нее было очень мало рекламы. И сам оригинал этой игры вышел уже очень давно на Nintendo DS. И разработчики как-то слишком поздно выпустили продолжение. Я считаю. Игра провалилась. Сами Square Enix заявили, что игра провалилась в продаже. К сожалению. Поэтому продолжение, скорее всего, друзья, мы с вами точно уже не увидим. Потому что не будут разработчики... Бывают, конечно, случаи, когда проваленные игры получают продолжение. Но, я думаю, все-таки не тот случай. Игра получилась очень хорошей в плане геймплея, друзья. Геймплей в этой игре и музыка хорошие. Прям отличные. Я кладу ее вот сюда. Потому что игра получилась хорошей. И очень недооцененной. Если вы любите JRPG с хорошей музыкой. С очень интересным визуалом. И вам, допустим, нравился оригинал на Nintendo DS. Кстати, оригинал тоже на Nintendo Switch есть. Но карту сейчас найти сложновато. Я хочу найти себе оригинал на DS. Именно на Switch. Но на Switch как в оригинальную игру играть очень сложно. Потому что именно на DS версии там экран был задействован стилусом. На Switch это нельзя сделать. Поэтому на Switch не очень удобно играть с кнопками. Здесь вторая часть сделана хорошо. И стоит внимания, друзья. Посмотрите. Есть на YouTube обзор очень хороший на эту игру. Pixel Devil. Думаю, многие слышали про него и знают. Николая Губанова. Вот у него офигенный прямо обзор на эту игру. Обязательно посмотрите. Прям советую. Он прямо вам покажет, насколько игра хорошая. Хорошая игрушка. Я вкладываю сюда. Я ее поиграл в нее тоже, в принципе, недолго. Потому что JRPG все-таки очень сложно засесть в JRPG. И пройти ее полностью прямо с начала до конца. Этот случай, что игра понравилась. Хочу в нее вернуться. И обязательно в нее вернусь. Хорошая игра заслуживает своего внимания во второй стопочке. Вот такая, друзья, у нас получился рейтинг, по моему мнению. Ориентирован только на мое мнение. И если в каких-то моментах были разные споры, то я писал своих знакомых друзей, геймеров с большим опытом игр в Nintendo проекты и не только. И уже составлял этот рейтинг. Все здесь поставлено, друзья, только ориентируясь именно на меня. Все игры. Поэтому, друзья, не обижайтесь, какую-то игру принизил или какую-то игру завысил. Вот такое вот мое мнение. Такие вот хорошие, я считаю, сегодня игры. И то, что третья стопка большая, друзья, еще раз скажу, друзья, потому что многие говорят, что это плохие игры. Нет, друзья. В третьей стопке находятся хорошие игры. Хорошие игры, которые тоже нужно поиграть на Nintendo Switch. Но если вы думаете, какие игры поиграть, обязательно присмотрите сначала к первой стопочке. Если вам ничего не понравится, ко второй стопочке, и, допустим, вы прошли все здесь, посмотрите на эту стопочку, потом только смотрите на вот эту стопочку. Да, конечно, кому-то может и понравиться игра за эту стопку в первую очередь. Естественно, такое спокойно может быть. Но это мой рейтинг, друзья, я составил по своему мнению. Поэтому я думаю, надеюсь, вам это и нравится, что рейтинг построен именно на моем мнении. Это, конечно, субъективная рубрика, ориентированная только на меня, друзья. Если хотите продолжения, мы с вами обязательно посмотрим всю коллекцию и составим рейтинг всей моей коллекции игр. Но только, друзья, если будет большая поддержка лайком, подпиской и комментарием, друзья. Потому что ваша поддержка очень важна и помогает дальше создавать разный контент, друзья. Всем спасибо, всем добра и пока!